Послание апостола Павла Кривина 13.8 Не оставайтесь, должен никому, ничем. Из-за чего революции? Что-то не додали, и теперь мстить, целое сословие смести надо. Одна глоба идет. Бог есть любовь. И он говорит, будем любить друг друга. И причина та, что Бог есть любовь. Будьте святы, а как? Образец, как Бог свят. Кажется, а люби вообще, говорит ниже, люби, и все. А вот любовь-то больше всего и требует поедине. Где она, любовь, и какая? Если бы по сегодня, по правде, любовь бы стали нам оказывать, наши ближние, мы бы застанали от этой любви. Самое единственное. Мы берем, я святый считаю, человек милостивый. Человек-любовь. А ведь если бы он был не то рядом, все бы воззатили. Не приведи Бог рядом с ним жить. Кто бы ни пришел, все отдаем. Ну, возразилось, какой муж? Попросили корову, а молодца. Да хочу каждый день ходить, то дай ее корову. Да дома-то свои ребятишки. Он по любви, я говорю, человек милостивый. Так же прославляется он. Там теленок что-то ревет. Это ты с теленком забери, теленка отдал. Семена? Семена дал, вернулся, поле не засеяно. Ребятишки ревут. Ничего нет, приходят, смеются. Ну, накормите не отца, как странник. А странник, это вы кормите. Ты только вообрази, к тебе примени это все. А поступал он правильно или неправильно. Поэтому просить у человека, который любит, очень опасно. И об этом нам тоже не объясняй. Будь какой человек простодушный, он все отдает. А ведь тот, кто берется перед Богом, то делается, как ответственный. Он бедственный, он этих детей оставил сиротами. Ты же знаешь, к кому ты идешь? Кого просишь? У него уборка. Ты обратись к нему, он сейчас пойдет тебе делать. Он все варят милостивый. Поэтому никому не оставайтесь ничем должными. Это очень непросто выполнить. Надо припомнить, где кого обидел, чем. Помни. Я все припоминаю. И думаю, тот человек был старше меня. Мне это 70 уже. А тот умер уже. Я ему уже не воздам никогда. Я не говорил родителям, перед которым он был виноват. И там не послушал, кто-то оскорбил. Никому ничем должен. И кто с тобой расстался, всем я должен. Я любовь до конца не оказал. По отношению себя-то не надо помнить, кто нам ничего не додал. И апостол Павел говорит, не оставайтесь ничем, кроме взаимной любви. И любящий другого исполнил закон. Просто так. Закон большой. Вот закон гражданский люди изучают пять лет. Юридический институт. Он закон изучает. Он не по правде закон этот. Несправедливый, но он закон. Закон есть закон. А у нас закон в одном слове. Люби Брежнева. Все. И прежде чем узнать, как любить, выпросил у Бога на это. Человек несмиренный не может любить. Там, где нет смирения, там что? Это хорошо надо себе делать. Смирение мы от всех добродетеля. Добродетель идет от любви. Смирение. А смирение осталось. А перед кем смиряться? Вопрос-то. Жена перед мужем. А муж перед женой? А дети? Мальчики, девочки? А кто кого должен слушаться? Какая огромная работа у нас должна проходить в душе. Это буря постоянно и каждый день. С любовью я поступил, и мне с любовью. А как потратить доработанное? А как потратить то время, которое Бог отпустил? А в рассуждениях, кого приобретаем друзьями? А с какой выгодой целью? А по любви это делали или нет? Никаких вопросов нет. Верующий человек, это глубоко эрудированный человек. Он во всем разбирается. Когда-то, вот, коммунистам сказал, коммунистом можешь стать тогда, когда обладеешь тем, что достигло человечество. Ну, я думаю, коммунистов такого не было. А мы можем сказать, хитянина может стать только тогда, когда постигнешь, что такое любовь. Это определенное, из священного писания идет. Что нам говорит сам Бог о любви? Вот что важно. А не то, как принято любить. Вот сейчас вы, бабушки, уже в детях потерпели катастрофу большинство. Там не воспитали, там не додали. Ну, не надо говорить. А во внуках, вот теперь я уже отыграю всю суть, я вроде бы... А на внуках ты вообще никуда не годная. Сисюкаете с ними, шоколадками закармливаете, да все. Как правильно-то любить? Бог-то нам скажет. По отношению детей как? А ты смотри, Писание как говорит? Не оставляй его без наказания. Открой ему уши. Я бы столько говорил, ребенку каждый день. Давайте на... В картоночке написано. Спрашивали, сделали? Не сделали, неделя прошла, неделя ушла навсегда. Это ваш ребенок. Почему не сделали? В картонке нет, у меня есть. Писать не умеете, прийти ко мне, я напишу. Каждому ребенку буду писать. Что вы делаете? Вы детей не приучаете к священному писанию. Вы любите детей. Не знающий Писания, ребенок, он беззаконник. Он не знает закон Божий, он бесстрашный. А бесстрашный это не означает хорошее. Это преступный, распутный, головоред растет. Его легко на любое дело подадут. Ему скажут, иди воюй, иди убивай. Он пойдет легко. Вложить в него. Кто любит сына, тот часто наказывает его. Да что это? Каждый день бить. Не бить, а наказывать. И не подвинять слова. Написано, не жалей роги. Да я ему как дал по уху. Вот этого нельзя отдавать. Я его за уши оттрепал. Сохрани тебя, Бог уши трогает. Уши не для этого назначены, а чтобы слушать закон Божий. Розга, розга. Не знаешь, что такое розга? Вон растет. Какая длина, какой толщины, крутир. Все, что дети пишут. И ее не надо жалеть. Потому что городские люди ее покупают. А кто любит, тот написано, с утра рано отверзает ему уши. Первосвященники Ильи имеют хорошие детей. Они кончили университеты, по-нашему сказать, академию. Они священниками стали. И чем кончилось? Они подвели его, как говорят, под монастырь. Подвели его под корчев, когда не было монастыря, а корчев. И с корчевом вместе погиб. И корчев был взят в плен. Нам Янглатаус говорит, лекарство было простое, доступное, выполнимое. И всего только три лекарства. Первое, что нужно было, связывать. А я не могу. Связать у тебя слуги были, священники. Связать надо было. Затем не священники. Ты с кем споришь? Я вам на то, что он сказал, связать их надо было, а не покой. Связать. А второе, драть. И очень крепко. А третье, изданять их. Изданять из общества и дравительства. Все. Тогда бы ты... Так они не послушаются, они ожесточатся, они ночью подожгут. Перестань богохульствовать. На твоей стороне Бог. Тогда бы проявлена была любовь. Понимаете, как слово любовь-то выглядит и так, как мы понимаем. Мы не будем заступаться тогда, когда нам сделать замечание детям или детям, ты наоборот еще добавил. Наши родители ни одного местописания нам не приводили. Они не знали его. Нам где-то попало, дома, если я сказал, мать сразу добавит. А них один вест. Она добавит тут же еще. И мы это понимали, что ни жалости, ничего нельзя. Вот так-то раз вижу, как это было. Я поясняю слово любовь. Никому ничем не должен быть, не должны быть, кроме любви. В первом послании Тимотея 1.1 говорит, цель желудищания есть любовь от чистого сердца. И доброй совести, и лиценерной веры. Для того, чтобы правильно любить, нужно опять три условия. Повторяю. Любовь от чистого сердца положи в руку. Как она? Чистая? Нет. А чистая ищет божественного. А не только свое родное, конфессиональное или национальное. Нет. Доброй совести. Ее просить надо, чтобы Бог очистил Духом Святым. Добрая совесть у нерожденного свыше не может быть, он подходит. Доброе сердце, это во Христе. Чистое. Доброй совести не лицемерная вера. А не лицемерная означает, совсем одинаково, где свои, где чужие. Он одинаково применяет. Да так. Да, мы не правы. А вы считаете, что православие все правильно? Я так и считаю. Правильное слово Божие. А вас много Бог наказывает? Достаточно. Но я знаю, что такое. Кого Бог любит, того наказывает. И в этом смысле мы чем-то похожи на Израиль. Говорит, мальчик для битья. Вот его бьют, чтобы другие боялись. Как наша страна. В Каразаконе 24, 14, 15. Не обижай наемника, бедного и нищего, из братьев твоих. Или из пришельцев твоих. Которые в земле твоей. В жилищах твоих. В тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло, прежде того, ибо он беден. И ждет его душа его, чтобы он не возопил на тебя, Господа, и не было на тебе греха. Каждый день зарплату выдавать надо. Это говорится к еврейскому народу. Кто у тебя будет в стране играть? А евреи живут в других странах, хотя страны ограбили сегодня. Миллиарды каждый год зарабатывают здесь. Что они это за то, не читали? Сколько же на них сегодня вопиют люди за этот грабеж? Национальное достояние страны уходит все за границу и в Израиле. Это все знают. Открыто в центральных газетах пишут. Каждый год показывают эти олигархи. Да вот только прочитай, никого не обижай. Твоей внучке нужны миллиарды. Но это-то хотя одну тысячу-то надо дать? Не хотите же. Ее одеть надо, ее накормить надо. За счет чего ты благотеришь-то? Кто тебе там не скачает? Кто газ перегоняет? Кто трубу варит? А то наемники. Значит, любовь этими людьми, которые называются олигархи, не оказана. А этот закон прямо был к ним. В чем мы виновны? Меня спрашивали евреи в том, что у вас нет любви. Что вы закон Божий презрели. Этот закон вам дан, вам. А мы-то к нему с Богу подошли. Мы подошли, потому что Христос нас, язычник, какой-то брат. Конец целиком нами должен выполнять. Послание Галатам 5.14. Апостол Павел говорит. Ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя. А где любовь к Богу? Да в этом ближнего любишь, это и для Бога будет. В одном слове заключается весь закон. А сколько же там заповедей? Это 631. И все в одном в одном в этом заключаются. Люби ближнего. А кто ближний? Ну, самаренин. Показал, кто ближний. Все, кто в нас нуждается. Родные, близкие, дальние, враги. Иакова 2.8. Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюди ближнего, как самого себя, хорошо, делайте. А если лицеприятный, вот нашел богатый, знатный приехал, ну тут мы расстилаем перед ним дорожки, розовых лепестков насыпем. А если не знатный человек, вот можно и за шею дать ему. А ты ко всем так отнесешь. А он еретик. Еретику тем более надо внимание оказать. Не обругать. Канон специально с еретиками обращает кровь. А ты считаешь, что вы истинно веришь. А тут еретик. А Канон прямо огласит. И окажи ему особую любовь. Когда мы шли по камерам, то к нам подходят с той стороны разные люди. И бывает подойдет, а я чеченец, а я мусульманин. Таким мы старались больше дать. У него здесь все другое. Другая пища необычная. Другой контингент. Как-то сгладить. Рассказать о Господе и о Боге. Больше внимания. Матфея 22, 39, 40. Вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Сколько пророков? Никто не знает. Ну кто-то знает. Сколько-то великих. А сколько мало? Кто там знает, что стоят двенадцать пророков? А какие? Ну не назовешь ты. Еще, может, одного двоих назовешь и все. А в любви весь закон и пророки. Если ты любишься, в этом закон есть Моисеев, пять книг. И все пророки, все идеи в этом находятся. Вет, Вет, Лизавет. Значит, об этом надо молиться. И припомните, как вы ему молитвы знаете про любовь. Господи, дай мне любви. Твоей любви. Научи меня любить детей. Твоих детей. Научи меня любить правильно скотину. Твою скотину. Все чудно устроено. Все страшное тайно. Ты каждый день с молоком возишься. А ты можешь объяснить, как она из травы получается? Откуда там жизнь в траве-то? Никогда. Никто ученые не могут объяснить. Благодари Бога. А как курочкой всего это делать? Тайная любовь. Это Бог окружил нас любовью. И как-то из ничтожной языки полезное. Другому быть полезен. Макфея 7, 12. Итак. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки. В этом. Я говорил, вот тут лоб большой, а за лоб он, знаешь, еще, там были разные поля. Мы поскли. Я оказался на той стороне и стоялась и на косилке. И я фассатижи, такие как щитцы, взял. Маленький был. Ведь прошло-то уже 60 с лишним лет, оно все здесь нет. Того человека, я его не вернул. Он пришел, полез, а их нет. А я своровал. Отец говорил, узнаешь и свороваешь. Башку шибу, так говорил. И все равно своровал. Зачем они мне? Я их не знал, куда деть. Я их куда-то забросил потом. Я их своровал. Ради этого любви. Уже столько лет и все время напоминает и напоминает Господь. А человек этого не ею уже нет. Я думаю, сегодня 10 купил, отдал, а его нет. Теперь только одно, но суде Божьей не встречит. Прошу, прости меня. Глупый, глупый. Страха Божия нет. Притча 3, 27, 28. Не отказывай благодеяния нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его. Не говори другу, кроме, пойди и приди опять. И завтра я дам, когда ты имеешь при себе. Старайтесь на завтра ничего не откладывать, что можно сделать сегодня. С маленькими делами не надо засоряться. Быстренько сделал, кто-то просил чего-то сразу, а вот собрал, как быстренько из него, быстро написал письмо. Если ни одного письма не пишут, другие пишут. Это все любовь. А когда замкнулся в себе, только для самого себя живешь, какая же любовь? Что-то достал. Как приятно поделиться, дать другому. Это такое счастье. Римеум 13, 10. Любовь не делает в ближнем углу. Итак, любовь есть. Исполнение закона. Это уже к римлянам пишут. Там были евреи, там были римляне. Там разные языки, кипарфяне. Закон был для всех. А как нам вот эти неурядицы, крымские сатары, украинцы, русские. Ну а к кому Крым-то относится? Ко-то любви. Вот конфликт с грузинами по любви. Это политика, это грязное дело, это, понятно, убийство, считаю, что невероятное. Грузины наши, русские, такие же, как русские православные, и кого расстреливали. Обычно не трогали женщин, девушек, называется репродуктивный возраст, а женщина могущая рожать. Специально выискивали таких молодых и расстреливали. Даже невероятно. Это ни немец, никто не делал, ни татаро-монголос. Это уже научили их так. И специально обучали. То есть попрать всякую любовь, ничего нигде нет. Разве это по любви отдельно собрали, отдельно расстреливали, сожгли. Римлян 13.7. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать, подать. Кому оброк, оброк. Кому страх, страх. Кому честь, честь. Надо знать, опять же, кому оброк отдавать. Кому страх. Перед кем бояться. Бояться надо, а то я никого не боюсь. Это не по любви. Ты должен бояться. Да вы не должны бояться. Не наруши. Для этого красный свет. И апостол Паррик предупреждает нас, чтобы мы подводили итог. Не умереть в долгах. Только бы никому не должен быть. Вот это мы от родителей слышали. Это большой грех умереть в долгах. Нам постоянно родители говорили. Они не ссылались ни на главу ненастей, а им передавали по наследству. Еще раз говорить, а перед кем должен. Не деньги взял, а кто мне добро сделал. Кто подвез, кто привез что-то. Кто сказал, кто что-то дал. И как подумаешь, везде должен. И пока есть возможность оказать любовь. И об этом надо Бога просить. Господи, сделай так, чтобы тому человеку я нужен был. Чтобы он что-нибудь попросил меня. А может я сам умею как-то помочь. И благословены те люди, которые предстанут перед Господом, ничем не должны, как только одна, делать непредстанную любовь.